привет друзья привет привет я вот подготовилась и буду осталась у меня краска после еще тех желтых ковбоев и я сразу еще не дожидаясь ваших ответов по поводу первого видео я отсниму второе если вам понравится то я его загружу в общем то смотрю я свой сериальчик кстати смотрю я на английском с турецким субтитрами убивают двух зайцев сразу в общем то подтягиваю английский и периодически если что-то на слух не понимаю подсматриваю на турецком субтитры и в общем то таким образом мне кажется что это более полезно вот теперь я хочу приступить к этой второй картине которую я хотела исправить то что мне не понравилось сразу и поэтому в общем запишу сейчас видео как в предыдущем видео я говорила я хочу спустить ниже эту стену где-то на уровне золотого сечения и еще я потом посмотрела вы же можно на заднем плане добавить каких-то людей так очень размытом видео в общем и что еще а и эту стену немножко усложнить в общем-то план такой посмотрим что я запомните как бы вот так и посмотрим что у нас получится испортим или исправим вот и можете написать в комментариях в итоге что у нас получилось исправление или вандализм ну что ж настроила я камеру сейчас попробую уместиться чтобы ничего не задевает чтобы ничего не мешать ничему точнее станцию фокуса настроила тебе кофеек подготовила и можно приступать так что нам нужно ну во первых мне нужно сначала и мой открывала с которого я писала это также скриншот сюжет из фильма надо для начала я хочу наметить вот эту нужно было это желчизну мне конечно же собрать нужно сейчас картонку чтобы она не мешала образом здесь можно чуть-чуть вытирать лишнее и первым делом я хочу наметить кисточка подойдет наметить свои новые пропорции скажем так то есть золотая середина ну я думаю знают что это такое и как она отмеряется ну вот я плюс-минус буду ну вообще как бы если работал по правилам золотой середины золотого сечения если по правилам золотого сечения все делать то неважно что это вас будет фотография картина или чтобы то ни было то она будет смотреть то есть композиция она очень хорошо да есть сейчас новые тренды и прочее то что когда композицию делают абсолютно как бы по другим принципам да там как-то смещают вот это вот ну это не тот случай на данный момент я сейчас у меня как бы другая задача поэтому я хочу сразу посмотреть как это будет я вот так перекрою немножко чтобы я уже глаза увидела как это будет смотреть потом можно будет разнообразить немножко это я сейчас подмешиваю просто ультрамарина белила охры могу добавить здесь у меня кстати дерево можно будет его тоже усилить продолжить вот эту шляпу мне кажется что уже лучше вот таким то есть по референс там был кадр вот из фильма да то есть нам вообще совсем по-другому было и более того вам скажу что на коне сидела девушка я исправила сделаешь девушку было уже у меня тоже одна работа который я вот таким образом исправляла писала поверх потом вот и хочу сказать что мне понравился такой опыт то есть ранее я могла просто снять допустим его языками да и либо на этапе работы если я понимаю что мне не нравится мне просто состребала и все а вот именно даже дождаться от того чтобы она подсохла и уже по просохшему попробовать что-то добавить что-то как бы перекрыть что-то убрать вот у меня был один такой опыт и мне очень понравилось как получилось у меня работа и его купили по полную сразу буквально да там неделя может было этой работе чем она мне понравилось что она какая-то ну во первых получается интересного допустим по принципу работ на картоне да я почему люблю писать на картоне потому что я его грунтую вот различными да вот красками и очень интересные неожиданные подложки получаются и я допустим прежде чем писать какую-то работу вот я беру вот у меня допустим очень покажу есть картона да вот различные такой есть такой вот по цветам да вот разные разные и я уже если или там с различной фактурой и я уже вот смотрю на этот так здесь у меня нет птичка не будет но красиво можно будет там сделать что-то там какой-нибудь другой на тюрьму на тюрьму на тюрьму вот к примеру или тут я уже поэтому вот вот эти уже что-то вот как интуитивная живопись да уже что-то мне здесь вырисовывается и я вот или допустим здесь ну вот здесь красиво можно было бы сделать там какие-нибудь цветы и вот там и вот тут красиво фон этот можно было бы оставить а здесь как-то дорисовать вот я уже на стадии подмалевка вот такого я уже иногда вижу какая работа может и сюда подойти а какая например вообще не ну не стоит там брать написать на таком то есть иногда вот так вот такое бывает и вот данном случае такая вот достаточно творческая и креативная работа получается и вот здесь данном случае когда мы пишем немножко по просохшим уже работе готовы именно перекрываем да вот у нас остается вот тут вот немножко есть штрихи да не она где-то частично цвет сохранится где-то фактура и но она не портит работу а наоборот придает ей какой-то такой своеобразный уникальный я сказала шарм вот это мне и понравилось поэтому я решила попробовать еще проэкспериментировать посмотрим что из этого получится ну вот это вот вторая работа первое принципе не на желтом фоне как бы там мы просто переделали грубо говоря фон тупо покрасили покрасили забор желтым цветом здесь немножко уже по-другому здесь мы меняем тоже как бы фон да но уже больше с работаем с композицией здесь потемнее я хотела немножко сделать отключила я кондиционер очень сильно он шумит и на видео слышно тоже тоже не хочется напрягать слух дополнительными звуком ваш лук точнее я остаюсь такой как жарко что но эти моментальные подозреваю что мне сейчас все таки придется его включить вот что я хочу сделать я сейчас хочу такие то есть здание находится вот эта часть в тени и поэтому я сейчас добавляю ну где-то я буду делать такие просветления даже красиво ты не понимал он у меня не выходил на передний план за счет того что здесь нужно было сделать мне вот это не нравилось то есть слива он сливался получается вы если с этой стороны он чуть-чуть будет сливаться ничего страшного но вот где если падает цвет должен быть такой четкий контраст а а несколько голубой также там на референсе тоже были вот как люди изображения также были вот такие поперечные продольных продольные нарезки речь не ну в общем то неважно перед перекладины что это слайдинг его тоже можно обозначить но не обязательно прямо вот везде в каждом каждую эту палочку прорисовывать вовсе не стоит я лишь так мало того что с прошлого раза вот остались фактурные вот эти полосочки которые которыми я обозначала прошлый раз которые высохли уже вот и за какой-то оранжо даже не как бы не дом это какой-то как амбар уру добавить еще для живописности купила я новые салфетки упаковку удобнее работать здесь у нас как-то получается в тени я даже вот тут подпись у меня я уже поставил я не буду это место трогать чтобы не нару потому что она уже прошла бы на и уже засохла застыла поэтому вот это место я не буду к нему прикасаться мне вот не знаю даже задний план людей писать или нет ну сейчас попробую что-то может быть попробовать обозначить если честно я уже соскучилась за вот такой фермерской темой петухи я люблю писать петухов гуси куры и вот я давно не писала и вот уже даже на днях я наткнулась на фотографии одной моей подписчицы из австралии и она не очень красивая ферма и там такие петухи классные гуси и вот мне прямо так захотелось подписать их поэтому я думаю что может попишу такие небольшие работы может даже запишу думала я как назвать я даже на как это сообщество вот как-то мне кажется так бы звучало блог художника интроверта скажите что вы думаете по этому поводу буду благодарна за вашу помощь мне понравилась тема с художником-интровертом в принципе это очень актуально я думаю что вообще большинство художников так или иначе люди которые любят находиться подолгу с собой наедине и поэтому мне кажется в принципе но очень такая в общем то мне пришло такая идея мне пришлась по вкусу влог художника интроверта то есть по факту у меня здесь на ю тубе у меня именно влог потому что я рассказываю о своей своей своем о процессе то есть я мастер-класс называю чтобы можно было как-то хоть отличить эти видео то есть у меня сформировался такое два типа видео то есть это итоги недели где я показываю сколько картин написала я какие картины написала вообще свою показываю продуктивность что мне удалось в общем-то там за неделю смастерить написать и такие видео смотрю что стали пользоваться большим интересом и вдохновляют других художников на работу на свои какие-то результаты то есть но это очень круто мне кажется он сразу как ожила картина когда на заднем плане появились люди недаром мне показалось в общем то это да это окей здесь мы не промахнулись в общем и и поэтому я так подумала что что я говорила что два видео два типа видео у меня сформировалась на канале это мой то есть вообще в общем стилистика канала заключается как бы смысл того моего влога в том что я показываю рассказываю что я чем я занимаюсь что я делаю и как бы я не никого ничего ничего не принуждаю ничему не обучаю просто показываю то что я делаю сама и как я это делаю почему называем мастер-класс то есть так громко скажем просто чтобы людям было более понятно что о чем это будет видео данное поэтому как бы у меня в итоге вырезалось два типа видео это итоги недели и мастер-классы то есть там где я просто пишу какую-то картину очень часто и в основном даже это темы этих работ по вашим просьбам вы мне пишите в комментариях и я как бы уже что мне откликается я или вот допустим в данный момент я что-то похожее пишу то я как бы стараюсь идти навстречу естественно и соответствовать и откликаться на ваши просьбы вот и поэтому я решила что влог художника интроверта в принципе было бы неплохое название поскольку я сама интроверт и среди подписчиков тоже есть много людей которым в принципе понятно и близко это идея то есть которые понимают о чем я возьму как бы я считаю тоже что интроверты они же тоже разным по отнес который вообще прям не любят как бы разные стадии интровертов скажем так да и либо есть и которые себя как бы приняли так и на и комфортно находится в таком состоянии да то что они не отсвечивают когда не хочется да я например из этой же серии да интровертов но я на каком-то этапе я поняла что для того чтобы мне развивать дальше и как художник как вот в этой сфере то мне нужно себя перебороть каким-то образом и найти тот такой вот оптимальный способ да чтоб не бояться перестать бояться вот аудитории то есть я ранее рассказывала уже кто ну хотя бы пару месяцев со мной уже как бы вы видели не так давно веду этот влог почему я начала снимать видео на ютуб вообще можете вернуться к предыдущим видео и посмотреть то есть я там рассказывала о том что у меня был всегда такой страх аудитории то есть ну это как бы сформированный детство конечно же и я очень боялась аудитории мне ну это очевидно что это и тут все примешивается и самооценка и какая-то неуверенность и все вот эти вот нюансы в общем то но это нужно было побороть вот этот вот страх выйти показаться заявить о себе да и потом уже как бы это все конечно же отваливается когда я например очень сама себе даже в первую очередь благодарна что я поборола этот страх и все таки вышла да вот как бы не побоялась во вторых я благодарна ютубу за то что как бы есть такая возможность да и у меня например появилось очень много вот на ютубе до знакомых которые я как бы читаю ваши комментарии я вижу что вы пишете я вижу что как откликаетесь и я просто в восторге полнейшем потому что если честно я долгое время вообще считала что это у меня какие-то там проблемы да и я одна такая и что со мной что-то не так ну и прочее да и относительно там различные вещей но я вижу что очень много людей есть которые со мной на одной волне и и как так вместе легче идти что ли не чувствуешь себя такой одинокой вот поэтому я была очень благодарна ютубу за такую вот возможность обрести друзей обрести единомышленников даже вот поэтому единственный способ перебороть твой страх это просто идти на него вот так на пролом и все других способов нет потому что вот эти вот в общем так где страшно по сути вот где страшно туда надо идти и это будет правильно и это только в таком случае вы как бы ну можно вообще вырасти каким-то образом да вот у меня был период когда я боялась брать заказные работы да вот если брать не жизни и каких-то жизненных вопросов а вопросы относительно работы то у меня был страх брать заказные работы я долгое время вообще не брала и у меня как бы я просто писала 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 много я чувствовала что у меня как бы есть в этом потребность мне нужно много писать мне хотелось как бы и сейчас так же да я очень много пишу и но вот заказные работы я не брала то есть мне казалось а что если вот они понравятся там опять же вот я переживала но когда я взяла несколько заказов то есть переборола себя пошла да на вот этот страх я просто как бы думаешь ну самое там худшее да что может случиться ну не понравится заказчику по работе ну вот значит я потеряю время то есть как бы ну верну деньги да если с предоплатой работаешь и просто это вот для меня что это будет значить что это я потеряла время именно относительно там вот этой работы да и как бы просто нужно продолжать дальше работать и усовершенствовать свои навыки ну я бы написала одну работу на заказ я написала другую работу на заказ третью потом четвертую а потом я поняла что я могу писать и и побольше а потом я поняла что могу еще и вот такую тему попробовать и такую и такую и вот оно как-то само собой пошло и поехало и вот таким образом как бы я вышла из этого страха писать работы на заказ ну как бы и опять же просто нужно себя перебороть в какой-то момент когда кажется что нет вот я не смогу не получится кто я такое чтоб моя работа кому-то понравилась да это вот для тех кто вообще боится выставлять свои работы не все становятся сразу какими-то великими художниками да и вообще история по поводу самых каких-то мировых известных художников и прочее тут я считаю что очень часто смотришь да на эти работы которые там продают за миллионы сотни миллионов и понимаешь что в принципе есть художники которые пишут как минимум на таком же уровне и их работы стоят допустим намного дешевле да то есть здесь уже примешивается тут и маркетинг и есть есть такая теория об отмыве денег и о том что таким вот этим меценатством покупая искусство люди каким-то образом избегают налогов в общем то ну это относительно богато конечно то есть там заплатят несколько миллионов чтобы не заплатить несколько миллиардов в общем я вот в плане экономики и подсчетов не особо сильна я это не люблю это не мое но такую теорию я тоже слышала и уже естественно все проводятся то что аукционы различные в тех кругах потом жертвуют эту картину какому-нибудь музею да и с налогов можно списать определенную сумму поэтому это все стоимость вот этих работ конечно же которые считаются в общем то не стоит обесценивать свое творчество потому что есть конечно же различные ниши ниши различные вообще аудитория разная и не нужно думать что вы хуже чем там тот художник который там продает даже за миллионы потому что это очень большая доля на мой взгляд везение и вообще продвижение да потому что кто-то вовремя вложился в допустим в развитие того или иного художника какой-то меценат допустим и и благодаря этому да либо сам художник да как-то корректно себя показал то есть поэтому ни в коем случае это самая большая ошибка когда люди сами себя начинают загонять и как бы обесценивать свои и себя и свои навыки и умения и уж тем более время то есть это самый такой главный скажем ресурс время и поэтому нужно вот для себя что я поняла что для какой-то здоровой психики и нормального нормальной жизни нужно отвязать свое мнение вообще вот о себе да от мнения о тебе как бы окружающих не важно что о тебе думают другие люди важно что ты сам о себе думаешь и тогда пожалуй внутри все будет в комфорте находиться очень много вещей которые как бы беспокоят они просто отваливаются и это становится неважным для себя я такой вывод опять летаю в облаках от стоимости картин до самооценки это как сказать незаготовленная речь и это просто вот эти вот мысли которые у меня вот я сижу просто не разговаривая а просто там у себя в голове вот у меня вот такой хаос происходит постоянный озвучиваю я его часто вот когда снимаю видео просто то что в голове происходит озвучиваю его это вслух иной раз когда допустим монтирую видео сама переслушиваю мне так смешно становится ну просто как сказать что-то одно потом меня беспокоит что-то другое потом я прыгаю ну в общем то с третьего на десятое постоянно вот это все меняется а потом опять возвращаюсь к тому с чего начинала а потом снова и вот эх у кого тоже так я думаю что наверное и в этом я тоже не одинока наверняка найдутся люди которые у которых тоже такой ум беспокойный теперь вот эти поводья я не сделала в прошлый раз хорошо что я бы не вспомнила нужно их как-то правильно обозначить что я вам хочу сказать что теперь мне нравится гораздо больше надо просто отойти посмотреть ровно ли я вот сделаю это чтобы не было каких-то таких перекосов по горизонту и завершать мне у него ремень на поверхню я его желтым сделала хотя изначально я хотела перебрежьте мне кажется будет больше на перца вот на права и сдала но честно сказать кто-то любит есть люди которые любят водить машину я вот хоть на права и сдала но я не могу сказать что мне прям нравится я получаю удовольствие от того что допустим я могу водить или вот я сижу за рулем и веду машину нет скорее для меня это только стресс очень большой причем потому что ну здесь во первых по Стамбулу водить очень опасно ну как бы я даже я могу выучить да и выучила все вот эти правила как что надо делать но дело в том что здесь такое ощущение словно их никто не соблюдает вот в этом как бы заключается проблема и поэтому мне страшно мне кажется что если я за рулем то я как бы подвергаю опасности в том плане что как бы я по правилам еду а люди нет и я могу не среагировать вовремя на какой-то там вот потому что здесь все перестраиваются вот поворотники это редкость большая чтоб кто-то включил поворотник и там я не знаю просто с крайнего левого в крайнее правое вот эти вот шашечники просто сплошь и рядом там ну не знаю очень много хотя и штрафы увеличили и все но люди все равно продолжают я не знаю аварии просто авария на аварии и все равно продолжают и далее так не ничего он насколько я поняла сейчас его усложнили в этом году усложнили про вообще сам экзамен и если ранее допустим для того чтобы сдать экзамен нужно было полчаса по моему объездить да то сейчас как бы подумывают или уже ввели или только вот я где-то в новостях читала что или уже ввели или только подумывают о том чтобы как бы ну планируют ввести о том что экзамен должен там длиться чуть ли не около часа то есть минут сорок минут сорок час то есть полчаса по факту я сдавала минут пятнадцать наверно я очень быстро сдала сильно не напрягали меня то есть ни подстав там каких-то не было таких мне кажется дома если бы я сдавала это было бы намного сложнее учитывая рассказы знакомых да кто сдавал дома пожалуй я наверно на этом и закончу вы как считаете а я же хотела еще немножко дерева сильно я добавляю не хочу люди появились можно поддержку в общем то я насчет вождения как бы я то есть она у меня как бы есть и она никогда не мешает то что этот навык и умение и вообще как бы права то есть они ну я считаю что в современном мире это как бы достаточно необходимый навык но если например мы куда-то едем то мне достаточно ну комфортнее и спокойнее если за рулем муж то есть я себя чувствую как это боль в безопасности потому что как бы ну я ему доверяю он хорошо водит а тут сяду я за рули в общем напрягаемся оба поэтому поэтому как то не знаю я ну вот если такая допустим необходимость есть чтобы я должна водить машину да то вот я как бы ее поведу и как бы научусь лучше и больше но если этой необходимости нету то конечно же мне комфортнее за рулем не я ну все я вот здесь я наверное остановлюсь надо будет как бы для сравнения вот приложу фотографию наверно сделаю скриншот с видео как это было до и вот как стало сейчас и пишите как лучше не лучше исправили мы ситуацию или же навредили поэтому вам большое спасибо за просмотр хорошего вам дня вечера любого времени суток когда вы смотрите это видео вдохновение вам побольше пишите лайки ставьте комментарии ставьте лайки подписывайтесь в общем то всем большое спасибо что досмотрели до конца всем пока до конца